Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом получить быстрые, классные изменения в нашей жизни. Давайте начнем, наверное, с главного. Что такое быстрые, что такое классные? Вот как все происходит в жизни? Живешь ты живешь, и вдруг такой бах, и говоришь, блин, начал узнавать интересные техники, методики. Ермилова говорит, что с помощью мыслей можно изменить свою жизнь. Дает денежную аффирмацию. Ладно, буду слушать неделю денежную аффирмацию. Слушаешь, слушаешь такой, я денежный магнит, я притягиваю деньги, деньги меня любят. А потом раз, а денег больше не стало, а может даже еще меньше стало. И тут же наступает разочарование. Ну как же, что же за фигня такая? Я-то уже столько об этом думал, а ничего не изменилось. Вы сейчас можете посмеяться, улыбнуться с этого, но это про вас. Это про вас и про большое количество людей, которые, делая какие-то маленькие, мысипусенькие, ничтожненькие, пока что попытки, желают очень быстро увидеть результат. Для меня это всегда похоже на то, как женщина решила похудеть, да, очень такая анекдотическая история. И начала перед тем, как вылетать куда-то на отдых, качать пресс. Да, и потом сильно расстроилась, что все эти упражнения страшно не работают. Мало того, некоторые говорят, ну я неделю, две недели что-то делаю, и все равно результат очень слабый. Первое, что я хочу вам сказать сейчас, это не то, что ждите, не то, что вы должны быть настойчивы и дисциплинированы. Вы по факту это знаете. Первое, что я хочу вам сказать, что если вы, например, сегодня пожелали какое-то количество денег, и вы его получили, если вы пожелали сегодня, например, как это у многих бывает, женщины, у которых есть мужчины, или у которых есть родители, и не только у женщин, в принципе, у людей. Когда вы получаете быстрый какой-то подарок или доход, вы получаете это, и совершенно ничего лично с вами не происходит, кроме короткой яркой вспышки радости, о которой вы быстро забываете. Не забывайте о том, что речь идет не просто о том, чтобы получить какие-то деньги или осуществление какой-то цели. Речь идет, чтобы за время того, пока вы проходили этот путь, вы изменились, вы выросли, вы в чем-то стали лучше, вы прокачали свои навыки, вы в чем-то улучшились, вы прошли некий путь. Потому что, если бы нам не нужно было этого делать, то, возможно, мы бы рождались сразу же, имея абсолютно все богатства и возможности. Но ведь по факту, если говорить о богатствах, то богатства сами по себе никаким образом не делают жизнь краше. Если вы думаете, что, например, в Арабских Эмиратах, где есть огромное количество шейхов, что все это супер счастливые люди, то нет. Потому что человеку необходима некая трансформация, прохождение определенного жизненного пути. Вспомните, как круто, когда вы, например, научились пользоваться каким-то новым девайсом, или когда вы разобрались в какой-то программе, или когда вы в школе, например, что-то выучили и в итоге получили там свою медаль, или какую-то там оценку. Когда вы действительно прошли определенный путь, или, например, вы заговорили на новом языке. Ведь куда круче, никто же не ценит, что мы умеем говорить на своем языке, даже не задумываясь. Никто не говорит, что это мое достижение, потому что я выучил язык, я же родился, ты не умел разговаривать, а теперь вон, мол, как классно разговариваю. Никто никогда не запишет это, я не знаю ни одного человека, который бы записал это в список своих личных достижений. Или то, что я научился классно ходить, например, красиво хожу, или то, что я вырастил свои красивые волосы. Никто не пишет это в достижения. Но при этом, ведь вот если это происходит, например, с иностранным языком или еще с чем-то, мы испытываем гордость. Когда мы делаем что-то, что не могут делать все остальные люди. Так вот, я вам могу сказать, что счастье и вот эта история настоящего какого-то успеха, который мы способны ощутить, он происходит во время трансформации. Если бы мы могли по мгновению волшебной палочки, как в телефон, вводить и говорить английский, и у себя нажимать на кнопку, и начинать говорить там на английском, на французском, на немецком, мы бы были гораздо более несчастными, нежели, чем когда мы ощущаем, что мы можем, мы чему-то научились, мы изучали, мы вкладывали в это свое время, энергию, и теперь мы научились это делать. С вождением автомобиля и с прочими вещами происходит точно так же. Поэтому, когда мы говорим с вами о быстрых изменениях, которые вы хотите незамедлительно получить, задайте себе вопрос, а для чего мне это надо? Это для того, чтобы похвастаться? Это просто получить какую-то точку такого удовлетворенного тщеславия? Но в этот момент вспомните, вы наверняка получали какие-то такие вещи, и подарки это были, какие-то, может быть, подарки судьбы, но как много вы их ценили? Создайте себе такой списочек и посмотрите, и вы увидите, что нет, вы их не ценили, вы совершенно считали это обычным, обыденным моментом и забывали об этом на следующий день. Поэтому любое изменение, которое мы для себя планируем, будь это финансы, будь это какое-то, не знаю, путешествие, какой-то бизнес, какие-то отношения, Кайф заключается именно тогда, это не история про то, что получаете удовольствие от пути, а это история про то, что мы получаем трансформацию во время пути, которая и дает нам в итоге возможность начать ценить такие вещи, потому что люди в большинстве своем, имеющие очень много, совершенно этого не ценят именно из-за своей неосознанности. Именно поэтому таким людям посылаются часто какие-то испытания в виде каких-то болезней или лишений, для того, чтобы обретя, проходя вот этот путь и обретая вновь то, что ты и так мог делать, ты начинал осознавать вот эту самую ценность. Поэтому первое, что вы должны понять, что вы способны изменить свою жизнь и сделать ее такой, какой вы хотите. Конечно же, вы способны это сделать с помощью изменения своих мыслей, но это не быстрый процесс, потому что в нас заложено бесконечное количество различных программ, убеждений, установок, которые мы в большинстве своем даже не осознаем и начинаем их видеть только в процессе нашего поведения. Анализируйте почаще свою жизнь, заведите себе привычку писать вечером в дневник и прописывать те мысли, которые у вас были, те ощущения, анализировать те ситуации, прокручивать, которые у вас происходили, на которые вы реагировали хорошо или плохо. И таким образом вы будете вытаскивать, задавать вопросы себе, а почему так, а почему это. Вы будете вытаскивать очень много интересных вещей. Вы увидите, как много у вас различных ограничивающих штук, и вам захочется их изменить. И именно вот эта мотивация изменений их и интерес над работой, над собой, и приведут вас к тем самым изменениям, причем достаточно незаметно. Это вот знаете, как когда ты, например, решил похудеть и все время взвешиваешься, меряешь замеры, а потом просто начинаешь нормально питаться, заниматься спортом и увлекаешься этим. И в какой-то момент ты смотришь на себя в зеркало или на фотографию, или надеваешь какую-то вещь и видишь колоссальную разницу. И ты не понимаешь, как это произошло, как это могло произойти, и понимаешь, что это быстро-то, по сути, произошло. Но вопрос в том, что в этот момент ты научился быть дисциплинированным за этот период времени, ты научился быть более осознанным, ты научился разбираться в продуктах, ты получил огромное количество новых знаний, ты чем-то увлекся, ты стал об этом рассказывать. Рассказывать, ты за это время получил огромный багаж. Ведь как сегодня рождаются вот это огромное количество экспертов, которые у нас есть в Инстаграме, по питанию, по разным абсолютно направлениям. Именно тогда это рождается, когда человек начинает проходить свой путь. Я никогда бы не стала той Олей и никогда бы не пришла в этот рерайтер, если бы я не проходила свою личную историю, если бы однажды я не приняла решение искать себя, искать свою жизнь, искать ответы на вопросы, каким образом эта жизнь является управляемой, кто ей управляет. Неужели есть какая-то книга, где все записано, кем я должна быть, и я должна ходить к супергадалкам, которые умеют читать эту книгу и рассказывать мне, что делать. Неужели ответственность за мою жизнь принадлежит не мне, а кому-то другому? И именно мое личное опознание в итоге родило Олю в том лице, в котором она есть сейчас, и родило человека, да, как бы дало толчок человеку, который помогает другим людям в этом. Вот в чем кайф, а не в том, чтобы я там однажды просто начала зарабатывать какую-то сумму денег, которую я для себя поставила. Хотя, по факту, конечно же, у меня есть финансовые цели, и, конечно же, мной двигала эта история о том, что я хочу реализовываться через то, чтобы я могла зарабатывать столько, сколько я хочу, потому что для меня это следующие какие-то дверцы. Это такая, знаете, бесконечная череда дверей. И когда вы ставите себе цели, говорите, я хочу быстро измениться, и вот вы там неделю или месяц даже чем-то позанимались, а существенных изменений еще не заметили, по факту, первое, они пошли, но второе, у вас неверная мотивация. Мотивация не в том, чтобы быстро получить результат. Мотивация в том, чтобы перейти, как я говорю, из одной песочницы в другую песочницу, чтобы в корне изменить свои взгляды, свое мировоззрение и по факту свою жизнь. Мне очень нравится фраза, новые мысли, это каждые новые мысли, это новая жизнь. Когда мы меняем наше мышление, а вы можете вернуться до 10 лет назад, на 5 лет назад, а кто-то даже на год назад, когда у вас были другие убеждения, другие ценности, другое представление об отношениях, и вы увидите, что тогда ваша жизнь и выглядела иначе. Я часто рассказываю историю, в которую уже сама слабо верю, честно говоря, о девушке Оле, которая была жертвой, которая плакала, которая постоянно пыталась вызвать жалость у мужчины, с которым у нее были отношения. И я уже даже не верю, что это Оля когда-то была. И относительно недавно мне написал этот молодой человек, и он развелся со своей супругой, и он задал мне такой вопрос. Он мне сказал, Оля, скажи, пожалуйста, а я правда такой был или такой есть, которым ты меня описываешь. Может быть, ты смотришь это видео, я не знаю. И я сказала честно, да, правда. Правда. Я не знаю, какой ты есть, потому что я не знаю тебя много лет, но я знаю, что да, ты действительно был таким говном, это правда. Но и я тогда была тебе под стать. Мы бы не сошлись сегодня с тем тобой и с этой мной. Ведь вопрос не в том, что ты был. Мне, я на другого не тянула, значит. Значит, я была, я вот-вот была. И я тебе очень благодарна, потому что именно в тот момент, когда я осознала, что я такой быть не хочу, потому что я не хочу быть с таким, это стало для меня толчком, чтобы стать другой женщиной, которая будет способна построить отношения с другим мужчиной, с другим типом. Тогда я разобралась, с каким типом мужчин я бы хотела строить отношения, какие отношения я бы хотела строить, на тот момент они мне казались правильными. И, соответственно, с этого начался мой путь. И прекрасно было не в том, если бы я сразу же получила мужчину, вот, который бы мне все дал, я бы никогда не стала другой, я бы никогда не стала настолько счастливой. Потому что счастливый человек, это человек, который находится в развитии себя, в постоянном процессе. Счастье, это не конечная точка новой машины, новых шмоток, новой квартиры и даже какого-то путешествия. Счастье, это когда ты внутри чувствуешь себя источником, когда ты понимаешь, что он бесконечен, что твои желания, твои возможности, ты бесконечен, ты являешься частью огромной вселенной, и твои возможности фантастические, и не хватит жизни, чтобы их постичь. А значит, у тебя никогда не наступит момента, когда закончится твое выгорание. Да, возможно, наступит момент, наверное, не хочется в это верить, когда тело скажет, я устала в этом виде, давай мы с тобой родимся заново. Но уже у моей головы есть такое количество всяких желаний и такое вот ощущение бесконечности, что это уже делает меня счастливым. Потому что гейм-овер не наступит, не наступит момент, когда я скажу, блин, все, серии сериал закончились, извините, до свидания, я ушел. Нет, скорее всего, это будет какой-то новый этап и виток. Вот, друзья, в чем кайф. Поэтому, когда вы хотите быстрых результатов, спросите себя, а зачем? Почему я хочу быстрых результатов? Действуйте и растите, и ощущайте, и бесконечно верьте, и бесконечно над собой работайте. И тогда подсказки будут. Поверьте, вселенная никогда вас не бросит. Она даст ответы, она, скажем так, даст вам фидбэк от запросов вашего разума. Но вы должны действовать гармонично. И когда вы почувствуете, что начинаются деньги, когда вы почувствуете, что начинается счастье, начинаются разные ситуации складываться, о которых вы просили, это означает, что ваша внутренняя работа идет отлично. Вот что это означает. А если вам не дается пока, это означает, что вы еще недостаточно. Продолжайте над собой работать, увлекитесь этим процессом, и вы увидите, что это, ну, вас захватит. Я вас всех приглашаю в Рерайтер жизни, потому что этот марафон про это. Про любовь к себе, про увлечение собой, про возможности, инструменты и прочие другие штуки, которые мы находим, обретаем, раскапывая свои желания истинные, раскапывая свой личный эгоизм, понимание себя. До тех пор, пока мы не разберемся с собой, бесполезно идти и пытаться менять каких-то других людей, тем более это, в принципе, окажется нам ненужным. Поэтому я приглашаю вас на Рерайтер жизни. Первого числа у нас стартует новый поток. Я буду бесконечно рада видеть новых людей, помогать новым людям, и, конечно же, жить в классном, офигенском мире, где очень много осознанных и замечательных созданий, как мы с вами. Если вам понравилось видео, не пожалеете, поставьте, пожалуйста, лайк, я приехала на завтрак, он у меня начинается прямо сейчас.